всем доброго времени суток уважаемые и подписчики моего канала сами снова демастер и это уже 17 серия летсплеев на мод миллионер и мы продолжаем с вами играть в этот удивительный и замечательный мод у давно уже не играл в него это вспомнил меня же еще миллионер есть нужно хотя бы серию снять да-да-да вал приседает секундочку так ну ладно в принципе это неважно сильно то не лагает я надеюсь то что на видео все будет зашибись вот так я давно не играл мне нужно что сделать восстановить ферму самого первого кирпича и и и узнать что там нужно для строительства естественно да что-то я уже реально недельку не снимал наверное где-то думал что кого-то в 1 р и нужно все-таки продолжать этот цикл потому что он довольно таки захватывающе интересен просто сейчас много еще всего интересного появляется и примем него так самом-таки в принципе надо немножечко растет растет так ну ладно да мы начнем пожалуй приступим к добыванию ресурсов вообще нет давайте лучше сходим в шахту в этой серии потому что в шахте не был давно а ресурсы таки уже поджимают я заметил этим будет уже говорил бы мастер те уже пора в шахту я в принципе чего комната согласен с этим который сказал в комментах под видео шахту мне здесь где-то естественно я как дурак не чистил нынкать мы пожалуй хлам скидать сюда нафиг 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 но хотя вот возьмем что еще будет сохраняться не нужно песок оставлю пора в принципе так все алмазный кирпут раздвижно расходуем и надеюсь найдем еще алмазики потому что они реально не вымешают мне до их скоро у меня уже 5000 подписчиков ну я во всяком случае это рассчитываю ребят и конечно же будет наш то есть моя группа в рейт-коле и мы сможем с вами там общаться вместе играть вы можете находить все новых друзей знакомых там и так далее то есть будет весело я думаю вообще изначально хотел сделать ее на 10к кто знает подписчиков но блин без того что многие сказали слишком долго на мастер давай делай делай на пораньше я сказал на 5к сделаю вот такая вот история рада подобная блин алмазда и не здесь же где-то находил ну ладно вымарить вот туда ух так вот начал подыграть в одну игрушечку и вот не знаю вот делать на него от сплэй или нет потому что в принципе в принципе игрушка хорошая с одной стороны графика в ней красивая хоть довольно таки простенькая то есть блин вот это да да я не могу сколько мазиков класс 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 8 алмазов ребята то просто не знаю это какие-то блин я очень не знаю как мне так повезло но теперь у меня есть алмазы и эту кирку можно спокойно расходовать все я сходил в шахту на следующий серии нереально это вообще супер-супер везение на самом деле хуф я только что проснулся и не знаю даже еще не смог нормально прийти в восторг вот ну что ж в принципе да просто ведь я обещал мне сделать снять сначала как отдельную игру вот но помимо этого я случайно купил вот эту вот игрушечку тоже за 36 рублей в стиме не знаю зачем я вообще вот покупал но она просто не знаю мне понравилась ее картинка и принципе ролик а у них был презентационный довольно таки неплохой я буду почему почему и нет и вот взял и реально не пожалел но вот не думал что стоит ее летсплеить потому что в принципе там все немножечко однообразно хотя ух ты там у нас монстры есть какие-то и твою целую алмазная жила здесь какая-то черт вот что за фигня я нашел я уже нашел здесь 13 алмазов и ни одного ресурса так такого не бывает ребят такого не бывает действительно будем еще что-то есть рядышком надо покопать вот и 5 раз тонн час перебудут алмазы нибудь сверху и сбоку боже мой да все и встречи и завидуйте я могу без их срэй так делать черт реально везение вообще шоу с таким такими железом там такими ресурсами но алмазик еще немножечко возьму ну блин но 13 алмазов за раз это действительно неплохо я считаю вот ну то что я зашел просто и за одну серию так накопал потому что в принципе нет алмазы сильно не нужны ребят поэтому вот так вот их выкопать это довольно таки я бы сказал бы успешно мне повезло прям я теперь понимаю почему есть хп тратим своего моба потому что он горел в ларе сейчас главное не умереть вообще вообще главное не умирать в этом вывод на хардкоре так вот о чем эта игрушечка называется кому интересно бастион вот если вы не поленитесь и загуглите а потом пишите мне в комментариях стоит или нет то в принципе я бы был бы даже рад потому что я конкретно узнаю да или нет вот а я бы так дает с ним вообще-то нам нельзя это тоже хотелось бы раньше снимать домом нельзя начнется у нас ребят понедельник да сегодня у нас чуть не у нас пятница 19 да вот а понедельник от получат скобу 23 число да вот я думал может 23 числа все таки разыграть ее о вот и какой разыграть значит снимать амнезию уже чтобы не тянуть до начала следующего месяца так посмотрел посчитал это слишком долго вот 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 почему не люблю копать от себя вообще раньше я как-то один раз так на старых версиях майнкрафта подкопнул под себя и мы будем объединять два проекта которые уже существуют для тех кто играет на моих серверах сообщает кристалликс и дефюжен то два проекта за которыми я работаю уже течение наверное ну больше чем полгода над кристалликсом вместе на 7-8 уже и и два месяца на дефюженом получается вот на дефюжен я уже последний месяц под забил честно признаюсь вам ребят вот это конечно плохо но когда мы их объединив все будет на червет а уже началась ночь бежим бежим домой бежим домой чтобы отоспаться бе бе точно нужно скрутить ножницы хух спокойно ночи овечка спокойно ночи мастер о боже мой я спал завцовь о чёрт не выдумайте ничего ребят блин так раз два ножнички ядро славы пожалуйста я в сундуке как бы я его случайно не вылил где hd of the очка в очка и диком ли звук такой приятный когда его подстригаешь не знаю почему мне нравится хух так это коробки в уллин я все ничего не успокоит и такой зал с коровами конец я не так выгнали о ты как вышло как она выбралась же зади то есть 10 приз крыльпы фу я завершил мечом я тебя оттолкнул о хрен здесь происходит овцы выбираются наружу очень плохо черт не наружу одни списками нужно сделать из грязи под овцами да 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 из того что ферму нужно будет привести туда траву такого зеленого чтобы они жрали у них шерсть отрастала как же я мог про это забыть и ребята вот как его крыльцы были скажите мне я вроде не дурак но мне такой по крайней мере кажется я надеюсь вы тоже так думаете пустыку дурак будет смотреть блин какую-то хрень уже несу пожрать нужно жаль на свиньку так в принципе ферму скоро уже можно будет переносить на более дальний края более дальний края но это уже в будущем и сделать ее я собираюсь ее вообще чуть-чуть переделать расширить потому что она пока очень маленькая посмотрел подумал блин что реально мелкая ферма нужно сделать ее лучше да она прям вообще никак не ферма нифига еще не красивая не эстетичная так чуваки и чвихи кушайте кушай кушай делайте детей малютка малютка такая вещичка серенькая вещичка да хух ну что ж ну что ж в принципе развития у меня я довольно таки неплохим правда так правда знаете что нужно сделать все таки берем грязь и я называю эту штуку еще со времен 1.3 версии майнкрафта трава-провод а 1.3 имеется ввиду не открытого а бета-тестирование потому что мы такой штукой часто пользовались когда на серверах строили такую вещь как подземный город это было очень сложно перевести эту до траву на самом деле потому что она запроводилась буквально за несколько дней зависело от сборки сервера потому что на некоторых серверах трава быстрее появляется позже в синглплеере естественно по стандарту появляется потому что в принципе у вас синглплеер здесь чего-то специфичного нет специфического да вот всего лишь есть три правила черт лопата сломалась три правила при построении травопровода первое правило вам нужно естественно буду кэпом земля чтобы провести второе правило нужны факелы чтобы поставить около землей которая пока что еще без травы благодаря свету трава будет быстрее распространяться по земле ребят учтите это очень важный факт потому что если вы не поставите факела то вы будете в полной жопе извиняюсь за выражение хотя почему извиняюсь за выражение так это и будет помните мое слово я то это знаю потому что эти травопровода я делал уже не один десяток раз я вам скажу довольно таки успешно я их делал я уже хотел подпрыгнуть и полететь креативе слишком долго был админом сервера вообще думаю открыть что-то типа своего небольшого магазина но не аккаунтов или там ключи майнкрафт там где какие-нибудь еще игр а так скажем услуг по серверам возможно это было пользовалось успехом и счастье что в принципе сервера то мы умеем делать здесь моя команда есть вообще полностью для майна и сайт и лаунчи же все что угодно и так далее все остальное уже трейд на развитие конечно же моих проектов думаю это было пользовалось успехом потому что в принципе в принципе почему это не должно пользоваться успехом в чем вопрос да потому что я по умею делать эту хрень а многие нет хотя вообще знаете если вы собираетесь делать сервер майнкрафта ребята то никогда бы не советовал вам покупать сборки там на самом деле вот я хочу сказать это мое мнение да если вы хотите начать это делать то лучше разбирайтесь сами если вы не разберетесь то вы так всю жизнь не сможете нормально у вас никогда не будет нормального сервера потому что вы не будете знать кучу работу почему потому что вы скачали сборку этом купили или не важно а если вы будете поставить этому человеку которого вы купили потом не скачали то это не поможет да есть конечно рубакет на котором можно написать просто тебя-то помогите со сборкой помогите помогите там помогут тебе раз два три то не факт что это будет качественно поможет что на рубакете извиняюсь за вооружение себе туда туда смотрит сидит 90 процентов школьников который в принципе нихера делать-то и не умеет а вот я конечно не ручаю не говорю то что я прям такой охрененный его программистом учете то он узнаете судя по тому какие советы там дают такие есть черный скелет сдохни да сделан кто появился в моем подвале скелет скелет ты меня так не огорчай братиш чертах наркоман павлик яички о-о-о вы видите это вы видите растем растем вы из-за небольшого влага я не залез по лесенке я считаю как меня какой-то маленький надо сделать себе коттедж коттедж какой-нибудь я на самом деле я строю тюбе я просто я ленивая задница и меня как-то ленин строю если я хотел бы мне смогу сделать нормальный красивый дом потому что сами понимаете как человек играю в майнкрафт с бета версии не научился строить дома в майнкрафте даже звучит немного смешно и глупо вот просто понимаете за все время играния в майнкрафте понял что если ты строишь красивый дом то это девушка когда у тебя уже все есть какие же просто скучно стало играть либо ты креативе да это истина майнкрафта пожалуй я воспользуюсь яйцами которые накопились в сундуке очень простым способом попытаюсь приумножить количество кур довольно таки неплохой вариант для меня мне кажется вот я чуть не могу понять очевидно если я буду через новый диспенсер выстреливать яйцами там будут сто процентов кур появляться я пришел тут сказал такую инфу недавно там не через диспенсер называется я не помню вот так успех давай еще одну чувак о о ху 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 вот это вот вот вы зря ребят потом они у меня расплодятся те будут и яйца приходить в два раза быстрее потому что было две курицы стало 6 это отлично же в три раза получается овечка лысая ворачивайся к меня жопой пошлите покормлю начиспола выйти из дома давай сюда овца овца ну выходи давай 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 за мной у нее такие глаза она в разные стороны смотрит все ладно неважно она меня достала но не хотел как можно не пройти вот прям когда тебя подстрелили ты в два раза худее стал он ладно строй от два раза стройней нельзя горит раза и тут так неправильно звучать два раза худей так ну что ж принципе на это наша серия будет наверно подходить к концу в принципе за серию много что сделаем наше 13 алмазов ребят 13 алмазов это не просто так это в маленьких здесь и таком именно эта масса такие а поклоняться им ну да ладно в принципе сейчас у нас не так сложно как в более ранних версиях не знаю почему но либо это просто скилл зодородство поднялся либо просто их стало больше на квадратный сантиметр а километр то есть сантиметр хук в принципе это наверное все спасибо за просмотр ребят подписывайтесь ставьте лайки, комментируйте, обязательно комментируйте, ребята, потому что важно очень, я должен знать, что вы хотите увидеть, что вы там, ну, в общем все комментируйте, все-все-все ваше впечатление там что вам не нравится, что вам нравится что хотите посмотреть, ну, дальше в Миллинерии естественно, я по возможности постараюсь исполнить ваши просьбы и мечты так пафосно звучало ха-ха-ха-ха ну что ж, ребят всем пока